Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление StarStable Online. Да, я даже не успела подготовиться, я не успела переодеться, я ничего не делала, потому что я боялась очень сильно закрыть эту вкладочку и потерять её раз и навсегда. Но сегодня очень значимое обновление, поэтому я с вот этой вкладочкой, чтобы вы понимали, ехала от ранчо Старщайна до фирмы Дью. Кто знает, что это за место, которое раньше, мне кажется, обожали все, кто открывал Эпону года 3-4 назад. Да, потому что сейчас, мне кажется, это место уже заброшено. Так вот, сегодня у нас очередное обновление, и я уже не выдержала, я уже посмотрела видосы в интернете и почитала новости, и очень сильно расстроилась. Что же в этом обновлении? Давайте же почитаем, потому что читать тут придётся достаточно нормальное количество. В этом обновлении мы кое-что изменили в системе ухода за лошадью. Хочешь пройти обучение, узнаешь, как ухаживать за лошадью. Разумеется, у нас это а-ля в первый раз, давайте же проверим, как это выглядит. Так, кнопка спешивания. Ну, я продвинутую, я нажму Х, мне так проще. Нажми на голову лошади. Ой, ну понеслась волна разочарований. Это мини-лошади, здесь представлено действие, которое ты можешь выполнить. Слева указаны варианты ухода за лошадью. Нажми на эту кнопку, чтобы почистить копыта. Так, ну что ж, более-менее, кстати, выглядит... Ага, звуковое сопровождение. Нажми на эту кнопку, чтобы покормить лошадь. Ну, недоработанно. Так, подождем, мы подождем, пока все прогрузится. Если закончится корм для лошади, его можно купить в магазине лошадиного корма. Да, почему здесь так это все показано? Потому что, по идее, ты это видишь, когда только-только регистрируешься в игре. И когда ты впервые начинаешь играть, еще не достигнув даже, наверное, уровня 2. И здесь, в принципе, да, все так простенько. Окей, следующее. Нажми на эту кнопку, чтобы напоить лошадь. Да, извиняюсь. Да. Так, подождем. Когда заканчивается вода, можно наполнить ведро, перетащив его из рюкзака в колодец. Ага. Так, нажми на эту кнопку, чтобы расчесать лошадь. Может, почистить? Ага. Начатка. Это как-то стыдно. Так, все, мы все выполнили. Ежедневный уход закончен. Твоя лошадь повеселела. Чтобы твоя лошадка всегда была в хорошем настроении, ухаживай за ней каждый день. Родостная лошадь двигается быстрее. Ты всегда сможешь проверить настроение своей лошади на ее странице, нажав сюда. Ну, продвинутую нажму С. Нет? Нет? Ну, почему? Так, твоя лошадь ужасно себя чувствует. Она двигается вдвое медленнее. Видели, сейчас надпись была, да? А тут пишет, твоя лошадь чувствует себя отлично. Она двигается на 10% быстрее. Здесь указано, какое у нее настроение и какие виды ухода уже выполнены. Каждый день, когда ты не ухаживаешь за лошадью, ее настроение падает на одно деление. Теперь ты знаешь, как ухаживать за своей лошадью. Удачи! Так, ну, во-первых, самое шикарное, это то, что теперь не нужно ехать куда-то на конюшню, чтобы ее почистить. Просто перфект, вообще радость, просто новость номер один. Но, к сожалению, это добавляло реализма. То есть ты приезжаешь на конюшню, почистил лошадь, там, щеточка, крючок, покормил сеном, напоил ее. И поехал себе по делам. В принципе, как в любой конюшне. Вот. Но тут появляется свобода съемок, всяких фильмов, сериалов и, в принципе, видео. То есть, к примеру, если ты хочешь изобразить из себя какого-то вестинского ковбоя, который в полях решил покормить лошадку сеном, ты теперь прекрасно можешь это снять без заморочки. Да. Тем более, что очень круто, что вот эта ферма Дьюк заброшенная, которая называется просто ферма Дьюк. Мне кажется, теперь можно прям вот в радость. Потому что раньше здесь была глобальная проблема. Здесь был колодец, здесь есть плацель, вады такие маленькие. Вот тут а-ля конюшенки, сарайчики, даже домик есть. Она неактивна. Но тут есть активный колодец, и тут нельзя было чистить лошадь. Теперь тут это делать можно. И мне кажется, теперь нам добавилось еще одно маленькое пространство для ролок. По поводу именно функции. Мне не нравится дизайн. Я настолько сильно привыкла к тому, что ты должен... А вот, кстати. Вот чисто из любопытств. Ага. Есть, разработчики, спасибо большое. Вы можете чистить лошадь. Вы можете кормить лошадь, как раньше. Ура, аллилуйя. Я просто очень сильно расстроилась, потому что на самом деле новая функция мне как-то не особо понравилась. По ее особенности я очень рада, что осталась возможность, скажем так, старого перетаскивания всего этого на лошадь. Потому что я очень к этому привыкла. Но, к сожалению, смайлик немножечко унес за собой часть рамочки. Но ладно, не смертельно. И вот жалко, что ты теперь нажимаешь на лошадь. Ты нажимаешь по... Чего? Сесть? Смотрите, они пока что... Пусть они оставят это. Я умоляю, разработчики. Оставьте все, как было. Ну, вот оставьте все, как сейчас есть. Потому что я хочу вести лошадь. Вот на эту кнопочку мне не надо нажимать на голову лошади. Входить в это меню, в котором дофига всего. Нажимать погладить лошадь. Вот. Погладить лошадь. У меня есть кнопочка. Допустим, я хочу снять видео. Я делаю масштаб записи экрана четенько под такой формат, чтобы не было видно ни рамки, ни кнопок. И нажимаю вот эту кнопочку, и никто не палит, что я вот во время видео нажимаю на голову лошади. И погладить. Не, ну, ребят, ну... Ну... Вот серьезно. Оставьте эту кнопку. Оставьте возможность перетаскивания. Оставьте кнопку. И все. И спасибо вам большое. Так, вести лошадь. Ну, в принципе, все работает точно так же. Сесть на лошадь. Бег-бег. Слезай. Слезай с лошади. Да, что это я? Что это я нажимаю на лошадь, чтобы с нее слезть. Как-то, кстати, мне кажется, возможность садиться на лошади замедлилась. При том, что лошадь у меня все хорошо, с персоналом все хорошо. Ну, не знаю. Честно, мне не нравится стилистика. Мне нравится, что вот такой звоночек. Мне нравится, что лошадка издает ржание. Но я говорю за себя. Я остаюсь на старом способе. Я нажимаю на кнопочки, я перетаскиваю, потому что я не хочу терять старое ССО, которое я знала 3 года назад. И даже, на самом деле, еще больше, но потерянное. Я не хочу терять его от слов совсем. Потому что вот это вот, ребята, мне кажется, это функция взята из StarStable Mobile, которая будет на айфонах, на андроиде. Вот там это будет актуально. Потому что ты пальчиком нажал на голову лошади, нажал чего-то из этого. Да, потому что с телефона ты вряд ли будешь снимать какие-то видео. Это нереально. Ты можешь зайти из серии просто покормить лошадок и почистить их. Вот. Так что по поводу вот этого вот нововведения я свою позицию сказала. Это очень круто, что теперь не нужно ехать куда-то конкретно, чтобы почистить лошадь. Дизайн мне не нравится. Он вообще пока не смотрится. Он вообще выбивается. Вон, из вот этих вот надписей, из вот этих вот рамочек, из вот этого оформления. Стиль нажатия, вот менюшки ухода выбивается вообще. Он здесь лишен. Он не подходит ни капельки. Да, но я думаю пора заканчивать именно с частью по поводу этого, потому что я в возмущении. И пора смотреть, что же добавили еще в этом обновлении. Для всех тех, кто приобрел себе постоянную подписку, то бишь лайв, в магазине бонусном доступен новый элемент одежды. У меня тут, правда, все скуплено, я не смогу посмотреть, к какому комплекту это относится. Ну, это очень классная кофточка. Благо, сейчас начали добавлять очень классного стиля вещи. Хороших характеристик уже давно добавляют. Наверное, второй год пошел в этот магазин, потому что раньше там были... Там была куча бесплатных вещей для лайфа, но характеристики у них были нулевые. И это было очень как-то странно для меня с самого начала, но сейчас они это изменили. Также разработчики упомянули, что они хотят ввести что-то новое на день всех влюбленных. И тут уже всех покупают комплекты, мишек. Кстати, у меня есть два мишки. Ну, это будет в ближайшее время. А пока они нам добавили магазинчик. Вот такой вот милый магазинчик. Я до сих пор помню, как... Да, пожалуй, так выглядит. Когда только-только начала играть, впервые увидела этот магазинчик. Это было так мило. Так, значит, ну что-то. Тут комплекты старенькие достаточно. Я их скупать, наверное, не буду. Ну, может быть... Может быть, вальтрапик. Да, пожалуй, вальтрапик куплю, но чуть попозже, потому что у меня... Я не знаю, накопятся у меня шеринги или нет. Нагавки у меня вот такие вот есть. Все вот такие украшения я тоже себе купила. А так, это очень уютный, милый розовый магазинчик. И если вам действительно что-то из него очень сильно понравилось, пока есть возможность, советую купить. Потому что неизвестно, что будет дальше. Ага, смотрите, они поменяли местами. Раньше, когда заходил в подобные магазины, у нас в начале самой первой страницей было... Все самое новое. Но сейчас, насколько я вижу, это же явно не самые новые. Я вроде бы пропустила только один день влюбленных. Потому что... Вот это, по-моему, это вот... Более последние. Да, вот они. Да, 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 вот этот комплект у меня есть. Причем весь. Ого. То есть они теперь поменяли местами. Если вы хотите увидеть самый последний комплект, то... Я не знаю, как уровень. Бесполезно писать. Дата... Дата... Ну, как-то странно, в общем. Комплекты, конечно, классные. Особенно вот каких-то годов. В особенности... А у меня нету этих бантиков? У меня нету вот этих нежно-розовых бантиков? Серьезно? Серьезно? Так, знаете что? Я в коей-то кивике куплю себе аксессуары. Потому что... Я люблю текстуры этих бантиков. Я, конечно, украшения редко одеваю на лошадь. Но думаю, это... В этот раз будет исключением. Ой, очень мило смотрятся на мои вишники. Так, что тут еще? Ну, вы можете сами посидеть, посмотреть, что в этом магазинчике. И купить себе что-нибудь классненькое. Да. О, слушай, а ты классно смотришься и без магии с этими бантиками. А на этом обновление подошло к концу. И что же ждет нас на следующей неделе? На следующей неделе, ребята, будет, похоже, продолжение Диколесия. И те, кто еще не открыли Диколесия, я, если честно, не очень помню и не понимаю критериев открытия данной локации. Но суть в том, что если вы еще не открыли, открывайте. Если вы обожаете лес, природу, мистику, то идите туда, открывайте. А тем более, что скоро, я так понимаю, будет сюжетка по открытию мостов на продолжение данной локации. Или будут какие-то еще задания. Ну, а это мы уже узнаем на следующей неделе. А я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео.